Один из праведников сказал, «Если ты хочешь попросить что-то у Аллаха и обратиться к Нему с мольбой, то проси у Него так, как просит маленький ребенок. Стой у его двери и плачь, так же, как плачет маленький ребенок. О, мои любимые, посмотрите со мной на маленького ребенка, который просит что-то у своего отца, но отец не хочет отвечать на его просьбу». Что же делает ребенок в таком случае? Этот ребенок цепляется за одежду своего отца и начинает обращаться к Нему с плачем и громким голосом. Он не отпускает одежду отца до тех пор, пока он не ответит на его просьбу. Праведник сказал, «Послушайте, что он сказал, «Если ты просишь что-то у Аллаха, и если Он не отвечает тебе, не покидай двери Аллаха. Если ты просишь что-то у Аллаха, и Он не отвечает тебе, то не покидай его двери. Продолжай стоять у его двери и плачь, как плачет маленький ребенок. И покинь дверь Аллаха только после того, как Он ответит на твою мольбу. Остерегайся покидать дверь Аллаха, кроме как «Аллах, Святу на Велик, ответит на твою мольбу». Мои любимые, поистине мольба поднимается к небесам посредством надежды, и она не вернется тебе, кроме как с ответом. Мольба возвышается к небесам через надежду. Ты надеешься. Ты просишь пропитания для своей семьи. Ты хочешь женить своего сына или жениться сам. Ты хочешь получить работу или получить пропитание. Вся эта надежда в мольбе, если она поднимется из твоего сердца к небесам, то будь спокоен, потому что она вернется с ответом. Люди, если они дают, то один или два раза. Однако, если Аллах дает, а Он Господь миров, то дает постоянно. Аллах вместе с тобой, когда ты радостный или опечаленный. Улыбаешься или плачешь. Он, Святу на Велик, всегда с тобой. Аллах создал тебя, и Он более знающий о твоей душе, чем ты. Аллах, Святу на Велик, не сделал в твоей жизни такой ситуации или такого дела, кроме как Он знал, что все это пройдет. Знаешь почему? Аллах не возлагает на душу сверх ее возможностей. Потому что какое бы дело Аллах не возложил на тебя в этой жизни, Аллах знает, что это дело закончится, потому что Он сотворил тебя. И Он не возлагает на душу сверх ее возможностей. Однако, мои любимые, мы в своем стремлении к Аллаху ошибаемся. И знаете как? В своем обращении к Аллаху большинство людей взаимодействуют с Ним, как с царями или богачами этого мира. Если мы просим что-то у Аллаха, и Он не дает нам это, то мы уходим от Его двери. Один хочет жениться, когда он просыпается на следующий день и не находит жены. Все. Он закрывает двери мольбы. Что же это за адаб по отношению к Аллаху? Это и есть сильное стремление к Аллаху? Ты ищешь работу. И встав на следующий день, ты находишь, что у тебя так и нет работы, и ты закрываешь для себя дверь мольбы. Айюб взвал с мольбами 80 лет. И через 80 лет Аллах посмотрел на него и сказал, «Воистину мы нашли его терпеливым». Как прекрасен был этот раб! Как прекрасен был этот раб! Аллах, Свят Он и Велик, любит упорного и настойчивого раба. Он любит такого раба, который не уходит. Не так, что раб говорит, «О Господь, даруй мне!» И если не получает ответа, уходит. Нет. Аллах не любит таких. Поистине, Аллах, Свят Он и Велик, любит рабов, которые настойчиво просят не один, два, а миллионы раз. А знаете почему? Потому что они знают, что если будут стоять перед дверями Аллаха, то Он не прогонит их. Если они будут стоять перед дверями властелина, то Он не прогонит их. Пришло в одном повествовании, что Аллах сказал, «О Мои рабы! Послушайте же это, о Мои любимые братья! Вашими внимающими сердцами!» Он сказал, «О Мои рабы! Есть ли среди вас тот, кто понадеялся на Меня, а Я не оправдал его ожиданий? Или тот, кто понадеялся на Мое величие, а Я не даровал ему? Или тот, кто стоял у Моих дверей, а Я прогнал его? Я предел надежды для каждого, о рабы Аллаха! Если кто-то захочет устроиться на работу, что первое Он скажет? На кого из людей в этой жизни Я могу надеяться в этом деле? Если Он захочет жениться, Он скажет, на чью помощь в этом деле Я могу рассчитывать? Если человек захочет что-то из этого мира, Он спрашивает, на кого Я могу понадеяться? Ему отвечают, Ты можешь рассчитывать только на того, или на этого богача, или того мужчину. А Аллах говорит тебе, Я предел надежды для каждого, надежда для всех, надежда для богатых и бедных, правителей и подчиненных, надежда для всех этих людей в руках Аллаха, Я предел надежды для каждого. Затем, Аллах упрекает нас, говоря, Чем же закончатся их надежды без меня? Клянусь Аллахом, удивительно, как кто-то говорит, Я надеюсь на такого-то человека. Клянусь Аллахом, удивительно, как кто-то говорит, Я и мои дети надеемся на этого человека. Я предел надежды для каждого. Так чем же закончатся их надежды без меня? Поистине, Я близок. Поистине, Я близок. Знаете ли вы кого-нибудь из людей, которые говорили бы так другим? Я близок. Я ближе, чем правители. Ближе, чем богачи. Я ближе, чем кто-либо из людей. Я ближе, чем еремная вена. Я отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Где же те, кто поспешит к Аллаху? Где же те, кто стоит у его дверей с решительностью, совершая земные и поясные поклоны? Потому что они знают, что ближе всего к своему Господу раб находится в состоянии земного поклона. Совершай земные поклоны и приближайся. Это приближение к Аллаху через земные поклоны и надежду на него, святу на велико. Все наши проблемы решаемы, если мы не уйдем от двери властелина. Все наши заботы решаемы, если мы останемся стоять у дверей владыки, плача, подобно ребенку. Покидайте дверь Аллаха только после того, как Аллах ответит на ваши мольбы. Знаете ли вы, о мои любимые братья, что когда вы спешите по дороге к Аллаху, то вы идете по пути пророков. Да, клянусь Аллахом, если ты идешь по дороге мольбы и стремления к Аллаху, то ты идешь там же, где шел мух к Аллаху. Ты идешь там же, где шел наш любимый и избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Если ты выбрал этот путь, то по нему уже шли Муса, Юнус, Юсуф и Ибрагим, направляясь к Аллаху, святу на велико. Идите же так же, как шли и они. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок